Заголовок. Благословите батюшка. Заголовок. Благословите батюшку. Далеко не все священники становятся духовниками и лидерами. Бывает, что на приходе появляются два лидера. Пожалуй, это одна из самых неблагоприятных ситуаций. Есть такая поговорка. Два медведя в одной берлоге не уживаются. С появлением двух лидеров приход буквально раздирается надвое. Люди зачастую забывают, что пришли они в храм Христа ради, а не ради своего духовника. Конечно, рядом с каждым батюшкой собирается некий круг постоянных прихожан, который считает его своим духовником. В такой ситуации люди достаточно мирно могут уживаться, особенно если приход настроен в первую очередь на духовную жизнь. Но лидерство подразумевает конкуренцию и борьбу. Некоторые покупаются на этот соблазн. Особенно страшно, когда лидером становится не настоятель, а второй или третий священник. Если настоятелю не хватает духовной мудрости, то начинается элементарная зависть и выживание конкурента с прихода. Чем все это заканчивается? Очевидно, скандалом, сплетнями, подсиживанием и полным разложением духовной жизни. Выстречаются священники, которые сами пытаются набирать себе духовных чад. Это происходит по невежеству или по неопытности. От неосознанного желания приобрести весомость в глазах прихожан. Такие батюшки, бывает, даже намекают своим прихожанам, мол, ходите ко мне, исповедуйтесь у меня. Как правило, эта болезнь быстро проходит. Через искушение властью проходят все, однако, к сожалению, не все проходят достойно. Звездная болезнь бывает и у священников, но жизнь и служение их таковы, что на фальше и тщеславие далеко не уедешь, а обстоятельства обтесывают, да и люди остро реагируют на фальшь. Зачем я это пишу? Затем, что, как ни странно, очевидное и привычное для мирской жизни явление становится для некоторых соблазном и камнем преткновения в жизни церковной. И здесь хочется отметить, что в церкви собираются не ангелы, а обычные люди. Правда, люди, стремящиеся к Богу. Многие заблуждаются, желая видеть в церкви идеал во всем. Это стремление правильное и понятное, и, конечно, к идеалу надо идти, но не надо думать, что идеал лежит там, что называется на пороге. Нет, к сожалению, в отношениях между верующими людьми можно увидеть много некрасивого. Отношение духовник-духовное чадо – это очень сложный симбиоз. Духовничество – явление всецело положительное, но, как и все в этой жизни, имеет обратную сторону. Думаю, стоит рассказать и о ней. Желание верующего человека во всем и всегда следовать воле Божией бесспорно – благое намерение. И, конечно, правильно осуществить это желание помогает духовник. Но иногда именно из этого желания вытекает негативное психологическое явление. Его можно назвать «благословите батюшка». Верующий под предлогом поиска воли Божьей не желает брать на себя никакую ответственность за собственную жизнь и собственные поступки. Всякое действие такое духовное чадо обязательно согласовывает с духовником и ничего без его разрешения, вернее благословения, не делает. Считается, что благословение духовника – это всего лишь совет. Тем не менее, многие его рассматривают как прямое руководство к действию. Бывает, что и духовник себя ставит так, что совет преподносит как повеление. Иногда доходит до абсурда. Берут благословения на всякую ерунду. Например, какого цвета носить платок, в какую школу отдать чадо, есть или не есть хлеб с дрожжами, завести или не завести собачку. Обычно благословение берут на ту или иную меру поста или молитвенного правила. Ну и на судьбоносные поступки. Жениться или не жениться, выходить замуж или не выходить, из-за кого. Стоит разделять, когда человек советуется с духовником или наставником. Но решение принимает сам. А когда он тупо берет благословение и также тупо его выполняет. Слово благословение в устах верующего становится столь частым, что порой кажется, что это главное слово в лексиконе православного христианина. В отличие от представителей других христианских конфессий. Опять же, если двое православных о чем-либо спорят и один из спорщиков вдруг говорит «меня благословили», это скорее всего может означать, что данная тема закрыта и обсуждению не подлежит. Вот такое емкое многогранное слово «благословение». Ну и, конечно, благословение может давать только священник. Родительское благословение, например, на брак, в данном контексте совсем другое понятие. Батюшек, которые очень любят раздавать всяческие благословения прихожанам, в церкви называют младостарцами. И явление это всецело осуждается. Это не значит, что священник не имеет права благословлять. Он не должен превышать свои служебные полномочия. Если точнее выразиться, не должен превышать свою власть. Здесь надо понимать, что священник призван помогать человеку идти к Богу, а не решать его каждодневные насущные проблемы. Есть такая категория людей, которые собирают многочисленные благословения, но выполняют те, которые им нравятся. Одна моя знакомая объехала десяток старцев и духовников, чтобы добиться благословения на монашество, пока не нашла такого, который благословил ее в монастырь. В монастырь она так и не ушла, ведь у нее были еще и благословения не уходить в монастырь. Объехав множество старцев и монастырей, она вернулась в родной город, устроилась на работу по уборке общественных туалетов, это с высшим образованием. Потом родила ребенка без мужа, потом следы ее затерялись. Иногда люди советуются вовсе не для того, чтобы получить совет, а для того, чтобы привлечь внимание к своей персоне, воспользоваться силами человека, который будет, советуя решать их проблему. Или просто получить удовольствие от внимания к себе. И этим человеком бесспорно оказывается священник, которого могут буквально раздирать и атаковать такие прихожанки и прихожане. И если священник не умеет по неопытности или по чрезмерной отзывчивости вовремя останавливать таких людей, он теряет массу сил, времени и приносит минимум пользы. Со временем священник научится отбиваться от подобных пустышек, но это приходит не сразу, через собственные ошибки, многочисленные скорби. Это явление можно назвать своеобразным духовным и душевным паразитизмом, направленным на пожирание чужих времени и сил. В данном случае времени и сил священника. Именно поэтому священники так часто бывают вымотаны и выжаты, силы забирают не службы, не посты и молитвы, а именно пустые, никчемные и бесконечные приставания подобного рода людей. Конечно, священник отвечает за свою паству. Недаром его сравнивают с пастухом и называют пастырем, а пасом их овцами. Так устроено с самого начала церкви. Заголовок. Шаталова пустынь. Шаталова пустынь в церковной среде явление патологическое. К представителям всего класса относятся заштатные клирики, болтающиеся из храма в храм и непонятно чем занимающиеся или запрещенные в служении за различные провинности, но при этом дерзающие служить, проповедовать и заниматься духовничеством. Обычно такие люди находятся на грани раскола и ереси. Кроме запрещенных встречаются самозванцы и сумасшедшие. К Шаталовой пустыне относятся и монашествующие обоих полов, не приписанные никакому конкретному монастырю. Так называемые монахи в миру или тайные монахи. Как правило, в Исея они собирают вокруг себя достаточно приверженцев и адептов, именуют себя старцами, провидцами, прозроливцами, духовниками, представляя собой большой соблазн для людей неискушенных. Несколько лет назад на болгарском подворье в Москве произошел курьезный случай. В алтарь во время службы вошел человек в священнической одежде. Представился каким-то там священником. Сказал, что ему срочно нужны святые дары, причастия, дабы причастить тяжелобольного. И вытащил из кармана майонезную баночку с крышкой. Увидев эту банку для причастия, служители алтаря выгнали самозванца, не став разбираться, кто он и откуда пожаловал. Для несведущих поясню, чем вызвана такая реакция клириков. Святые дары, то есть причастия, священник может взять только в своем храме. Это первое. Я уже не говорю о том, что каждый клирик имеет удостоверение, подтверждающее его сан, где указано, клириком какого храма он является. Но и это не все. Дароносицу носят только на груди и только поверх Епитрахили, часть облачения, без которого не совершается никакое священодействие. Ее не кладут ни в карман, ни в портфель, так как святые дары являются величайшей святыней. Мне кажется, что подобные явления встречаются еще и потому, что на них существует определенный спрос. Ведь спрос рождает предложение. В конце 90-х на Волгоградском шоссе в районе Кузьминки один ловкий пройдоха открыл маленький духовный бизнес. Прямо на трассе стояла будка с крестом и рекламный щит с надписью «Освещение машин». Рядом носился человек в облачении и с крапилом. И похожих клиентов, желающих освятить машину прямо на обочине, у него было предостаточно. Хорошо еще, что там не отпевали и не венчали, а то как удобно в церковь заезжать не надо. Еще один пример самозванства и шаталовой пустыни. В метро «Коломенское» в подземном переходе на простой кухонной табуретке несколько лет восседала одна очень колоритная личность. Она была одета в куцый линялый подрясничек, имела огромную лохматую бороду, такую же шевелюру, эффектно сбившуюся в причудливый колтун и испитое лицо. На коленях у нее стоял деревянный резной ящичек для подаяний. Глядя на таких типов, понимаешь, что имиджмейкеры отдыхают. Человек поминутно протягивал руку и громко театрально произносил «Подайте на храм божий!» «Меня всегда удивляло не то, что ему подавали. У нас в стране подают всем, кто просит. Такая традиция. А то, что к нему постоянно подходили люди, преимущественно женщины, и подолго беседовали, советовались, брали благословения». Заголовок. Чиновники или VIP попы. VIP – это Very Important Person. Очень важная личность. Может, эта глава и покажется суховатой, но на взгляд автора она необходима. Любая организация, общественная структура и, конечно, само государство не может существовать без чиновников. А учитывая, что церковь – это государство в государстве, то и чиновников в ней предостаточно. Только они не надевают официальные костюмы и галстуки, а носят, как и все остальные священнослужители, рясы и бороды. Обратимся к истории. Патриаршество на Руси было упразднено Петром I. А восстановлено в ноябре 1917 года, когда в России грянул большевистский переворот. Во времена упраздненения патриаршества церковь обросла различными чиновничьими структурами. Именно тогда культивировалась главная болезнь церкви – сословность. Функции патриархии выполнял постоянно действующий синод. Интересно, что бывшие в здании синода собираются переезжать в конституционный суд. С восстановлением патриаршества синод был упразднен. Ныне управленческая структура РПЦ построена следующим образом. Это, говоря светским языком, головной офис патриархии во главе с патриархом и региональные представительства епархиальное управление во главе с правящими епископами. Правящие епископы подчиняются непосредственно патриарху, а клирики, в свою очередь, подчиняются епископам. Существуют и еще векарные епископы, которые являются помощниками и замами правящих. Министерство иностранных дел в церкви называется отделом внешних церковных сношений – ОВЦС. Хозяйство огромное. Нужны чиновники. Чиновники в церкви – это священники, которым приходится заниматься не столько своим служением и паствой, сколько бюрократическими делами. Без этого никак. Начнем с того, что у любого епископа должен быть секретарь, референт, специалист по связям с общественностью, пиарщик, проще говоря, и так далее. В церкви существует свой суд, который занимается рассмотрением различных канонических преступлений со стороны клира. Например, нарушение устава, второбрачие священство, совершение таинств над лицами, не принадлежащими к православной церкви, и многое другое. Епархиальный совет решает вопросы о рукоположениях. Ведь прежде, чем получить решение о рукоположении, будущему ставленнику необходимо пройти епархиальный совет. Не факт, что его пропустят. Это как экзаменационная комиссия в ВУЗе. Каноническая комиссия ведет бракоразводные процессы, то есть дает разрешение на повторные браки, решает вопросы со спорными отпеваниями, например, самоубийств. Комиссия собирает материалы к канонизации, то есть прославлению в лике святых. Ну и, конечно, церковные чиновники, как и все чиновники в мире, должны получать свои блага. Это банкеты с официальными приемами, поездки с различными визитами и на различные мероприятия, должность настоятеля богатого храма. Это уже только церковная специфика. А что делать? Такова жизнь. Кто такой настоятель кафедрального собора? Это, как правило, чиновник, особо приближенный к своему архиерею. Заголовок. Приезд архиерея и престольный праздник. Трудный день на приходе. Приезд архиерея и престольный праздник. Прихода – событие часто неразрывное. Начну с престольного праздника. Один мой знакомый как-то спросил, что такое престольный праздник. Слово «праздник» понятно, а престольный – непонятно. Я посоветовала почитать учебник по литургике. Он, прочитав сию полезную книгу, сказал примерно следующее. Все понятно. Престол в храме освящается в честь какого-либо святого или в честь великого праздника. Соответственно, день памяти данного святого или данного праздника является престольным для храма. Ну, а как в жизни? А в жизни престольный праздник является одним из самых главных праздников прихода. Он входит в тройку главных – Пасха, Рождество и престол на церковном языке. К примеру, если храм освящен в честь святого Пантелеймона, то день памяти этого святого приходится на 9 августа. Этот день может быть обычным рабочим днем. Не во всех храмах даже служба будет служиться. А в Свято-Пантелеймоновском будет большой престольный праздник. Приедут начальства, спонсоры, высокие церковные гости, в том числе может быть архиерей и даже патриарх. А если уж сам патриарх почтит приход своим визитом, то за патриархом приедут обязательно центральные СМИ, высшее местное начальство, губернатор, мэр. Даже если приход находится в деревне Кукуева, то в этот день деревня Кукуева будет на первых новостных полосах. Полосах Архиерей называются правящими, так как управляют своей епархией. Когда они удостаивают приходы своим высоким вниманием, на приходе архиерея встречают со страхом и трепетом, как дорогого гостя, с одной стороны, с другой, как начальника, которому надо угодить и в то же время избежать от него нагоняя. Приезд владыки – это всегда праздник, а праздник сопровождается большим праздничным столом и дорогими подарками, да такими, чтобы не стыдно было перед его переосвященством и многочисленными гостями. Многочисленные гости – это благочинный, приглашенные священники со всего благочения, местная администрация, спонсоры плюс сопровождающие архиереи, протодьяконы, подьяконы, певчие, секретарь, водитель, приглашенные батюшки с других приходов приезжают, как правило, не одни, а с матушками, старостами и избранными прихожанами. Архиерейский прием – это не только встреча на местном высшем уровне, не только обильное угощение, но и возможность пообщаться с владыкой, послушать новости и ценные указания из первых уст, а главное – торжественная литургия и крестный ход вокруг храма. Молитва предваряет все торжества и все застолья. Архиереи очень редко заезжают на приходы без предупреждения. Обычно это происходит по договоренности, так что у настоятеля есть время тщательно подготовиться. Подготовкой к приезду архиерея занимается, как правило, весь приход. Матушки, активные прихожане, помощники, старосты – все включается в этот нелегкий процесс. И это понятно. Надо навести порядок – перестирать, перегладить, подмазать, подбелить, купить, напечь, приготовить и т.д. Епископу преподносят ценные подарки – дорогие иконы или панагии. Но нельзя же другого гостя встречать, скажем, бумажной иконкой за 2 рубля и букетом из трех гвоздичек. Это будет невежливо, по всем законам гостеприимства. Очень часто архиерей приезжает вместе с хором. Он так и называется – архиерейский хор. Какая архиерейская служба без хорошего пения? Нельзя же на архиерейскую службу поставить хор беззубых, шепелявых и скрипущих бабушек. Владыку положено встречать не хлебом с солью, как это делается с молодоженами и высокопоставленными государственными деятелями, а колокольным звоном и ковровой дорожкой. Священство выходит навстречу в полном облачении. Мне довелось побывать на освящении храма в одном селе. Хочется заметить, что чин великого освящения храма совершает только епископ. Поэтому по завершении строительства или реставрации храма, или одного предела приглашается архиерей для освящения. Для храма это всегда знаковое событие, да и сам чин освящения в богослужебном и эстетическом плане весьма и весьма интересен. Кто ни разу не был на освящении храма, советую побывать, не пожалеете. Да уж. Итак, вернемся к нашему повествованию. Приход, куда мне посчастливилось приехать на освящение, весьма бедный, и батюшка для встречи архиерея собирал, что называется, с миру по нитке. Случилось так, что владыка откладывал дату своего приезда. То на одно число назначит, то на другое. Батюшка был все это время на готове и на нервах. Каждый раз готовились, батюшка обзванивал своих городских прихожан и жертвователей, чтобы они могли приехать. В конце концов назначил дату. Но накануне епископ опять отменил свой визит, а у батюшки все готово. Столы накрыты, угощение приготовлено. Это был сильный удар по бюджету храма. Но ничего с Божьей помощью, через неделю настоятелю вновь пришлось накрывать столы. Конечно, помогали прихожане с пониманием, отнесшиеся к такому значительному событию. Зато приезд архиерея стал настоящим праздником. После службы и крестного хода вокруг церкви были многочисленные поздравления. Владыка сказал проникновенную речь и наградил батюшку золотым крестом, а его активных прихожан и жертвователей памятными грамотами. Потом все сели за накрытые столы. Трапеза была очень скромной. Оно и понятно, приход очень бедный в глухой деревне. Деревенские соленья варенья, разнообразные пирожки, уха, рыбная нарезка, рыбные котлеты, отварной картофель, сыр. Ничего мясного на стол не подавалось. Епископы все монахи. И по русской традиции мясо, как правило, не вкушают. На архиерейские столы мясо обычно не подают. Но рыбы-морепродукты присутствуют в изобилии. Если бюджет позволяет. Интересно, что в Греции мясо монашествующие едят. И епископы тем более. Но это в Греции. А у нас в русской церкви несколько другие традиции. Но вернемся к архиереям. Дерезну сказать совсем немного. Архиереи – люди неприкосновенные, вроде невыжителей. И обсуждать их, а тем более осуждать, нельзя. Учитывая, что и судим мы всегда. Со своей колокольни. Архиереи бывают разные. Связано это с разным финансовым положением. А главное – с разным уровнем духовной жизни. Есть такая притча. Кажется, она была у Ардова. Но не он ее выдумал, поэтому повторю. Умер крестьянин и попал в рай. Встретили его ангелы. Скромно и тихо припроводили на заслуженное им место. Умер архиерей и тоже попал в рай. Тут такое ликование поднялось. Высшие ангельские чины вышли его встречать. Многие хотят, чтобы епископы были ближе к народу. У нас в России невозможно представить, чтобы владыка вышел просто исповедовать народ или крестить пищащих младенцев, как обычный священник. Конечно, может, и не стоит от них этого ждать. Может, это вовсе ни к чему. Президент страны не становится к станку, а епископ не исповедует бабушек. Если владыкой выходит к народу, то только чтобы благословить или сказать слова назидания. А потом, отясняемый и под дьяконами, убегает и садится в автомобиль. Есть тип архиереев отцов, истинных пастырей, которые помогают во всем, вникают в нужды и проблемы приходских священников, их семей и простых мирян. Открытые и простые в общении. Приведу пример. Например, приехал к своему владыке священник с бедного прихода, пожаловался на трудности и безденожье. Епископ его выслушал и достал из ящика стола конверт. Возьми, говорит, мне сегодня принесли. Священник не знает, как благодарить, а владыка на его рясу смотрит и спрашивает. «Что это у тебя, отец, такая ряска старая? На вот возьми мою, вчера пошили». Наверное, именно про такого архиерея сказано в вышеприведенной притче.